Попадает, потому что там на следующей неделе я перебутал, будут происшествия чтения, она берет последнюю нашу лекцию, 2, это уже сессия, да? Ну, короче говоря, вы уже это вам расскажете, всем. И больше я не знаю, что это не творится. Итак, сегодня у нас вот за одну лекцию будет как раз такая большая дема, как магический реализм, что это заявление, что это логический реализм, разобрать все, что называется, просто логический, как могли, и теперь магический реализм. Значит, так, тогда есть несколько точек зрения на такое явление, как магический реализм. Кому они принадлежат? Вот, например, одна из этих точек зрения принадлежит доктору психологических наук, Бугнину Александру Александровичу, у него даже есть монография, впрочем, в конце единственная монография, по магическому реализму достаточно, достаточно трудно, хотя в библиотеке в Ленинке она есть, в иностранстве, в иностранстве она не есть. Она ездана таким малым гаражом для научно-болькового устройства и пользования. И вот, как раз, он пытается обобщить эту монографию, написанную на базе Академии наук, в иностранстве, в иностранстве, в иностранстве, в иностранстве. Дин занимался этой проблемой на следу лет 5-7. Это не его основная тема. Основная тема его была там серболубинская литература, за которой был еще докторский стиль, докторский стиль. Ну, он человек, известный в своих кругах, но это порядка 600 публикаций, это на 6 месяцев в жизни хватит даже самовичеванливых ученых, простите, не просто ли я, вот так мочеванных, и так. И вот в этом смысле, где он создает вот свою концепцию магического реализма, в том, в этой концепции проводится, с одной стороны, генетис термина. Этот термин возникает в начале 20-го века и возникает в Германии, и применительно к живописи. И вот, при изучении живописи Германии с начала 20-го века, и уходит вот этот термин магического реализма. Затем он показывает, как этот термин из искусства веческого переходит в разгляд литературе веческого, кто в этом участвует, и как потом этот термин, уже как литературе вечески, переселяется. Благодаря работе Артека и Кассета, на один американский континент, как именно на этом континенте, эту термин получает наибольшее распространение, наибольшее развитие и прочее. Но дальше на этом, это самая, на мой взгляд, сильная часть работы Германии, это его монография. Но дальше на этом он мой хороший друг, коллега, если долго будет на работе вместе, на общей карте, я на него заведу, я и заведу. Но дальше на этом он не останавливается. Дальше, мне кажется, начинается худрец. И он начинает развертывать в тот магический реализм любую литературу с таким, ну, как я скажу, фантастическим и эпипологическим компонентом. И в магический реализм он попадает Томас Мангерман Беса, Мехэлду Гаган, Казов, его любимый, которого он переводил в свое время, и прочее, и прочее. И целая цепь европейских чесателей, которые, на мой взгляд, не по отношению уже к магическому реализму, не имеют, но, по мнению Александра Александровича, все, что не реализм, все магический. Это слабая часть работы. Ну, это, в общем-то, и особенность Людмена. Он прекрасный текстолог, он прекрасно работает с источниками, а вот, в частности, в общении, у него все, в общем-то, бывает плоховато. Он такой, самый трудолюбивый, типичный книжный червь, не умеющий подняться над, я вообще, то, что он начитал за многие годы. Эта точка зрения, хотя этой монографии, она не выдерживает никакой критики, и, в общем-то, у лейтенан, то есть, у, не знаю, маловато сторонников, да, там, и, говорю, это несмотря на то, что он, как и все книги, не посвятил, но, так сказать, вот, вот он, например, христианодорожный. Есть точка зрения Богословского. Богословский долгое время тоже заведуал карты из-за губерной литературы в его институте, областном педагогическом институте, и он в своей, в своем учебнике по литературе 20-го века, под его редакцией, что он, а с его карты, но так как он редактор этого учебника, значит, он несет за это полный соответствующий с вами гражданский. Он выдвигает следующую концепцию, что в конечном счете магический реализм имеет только узкое распространение, и это распространение получается только в латинской амминии. И дальше, продолжая свой мысль, в этом ученый, в виде покойный, он говорит о том, что два направления есть в магическом реализме и в латинской амминии. Одно направление связано с Карибским бассейном, потому что именно в странах Карибского бассейна, например, Куба, например, Бразилия, было очень сильное влияние привезенных из Африки рабов, негров, которые привезли из Африки и свою мифологию, в частности, например, Риквала, и в соответствии с этой африканской, негритянской мифологией они создавали свой магический реализм. А помимо стран Тарифского бассейна, где очень сильно было африканское влияние, были страны, которые основывали свою литературу и свой магический реализм на традиции призыв жителей Латинской Америки до Колумбовой Африки пишет богословский, а именно это цивилизация майя, ацтек, ингланд. И тогда мы говорим о магическом реализме Мексики, это ацтеки, мы говорим о магическом реализме Перу, Ратемалы, Астульус, мы говорим о магическом реализме Колумбии и других стран, которые оказывались под властью до Колумбовой цивилизации, майя, ацтеки, ингки и именно эта мифология, например, знаменитый роман Варгаса Льоса и Таритура Ландыр, величь идет о Перу, где он показывает, как оживают эти перуанские боги и что требуют они от людей и прочее, прочее. Такую же вот магию и такие же мифы вы найдете самым, наверное, знаменитым, но не самым лучшим романе о магическом реализме «Столио преднодчество» Габриэля Гарси и Маркеса. Вы это найдете у Куэртеса, мексиканского писателя и так далее. И еще, что вы говорите, это очень полезно, богословски. В этом смысле его точка статей на магический реализм более сдержанная, более трезвая и на мой взгляд более основательная. Он в Гастовске пишет, что не все, что написано в Латинской Америке и на континенте латиноамериканском в 20 веке можно отнести к магическому реализму. Опять еще одна ошибка, которую чаще всего совершали люди мало знакомые с этой проблематикой. Могиство латиноамериканцев это точно магический реализм. Например, в Аргентине Аргентина стоит особняком. И в Аргентине вот такого понятия магического реализма нет. И аргентинские писатели, например, как Картасов, они не приближают к магическому реализму. Они приближают так называемому новому латиноамериканскому роману. А что это за новый латиноамериканский роман? Этот термин создан по аналогии новый французский роман Рок Грие, Натали Сарро и другие. А что это за новый французский роман? Мы о нем договорили, вот у вас есть Рок Грие, да, в лабиринте, например, у вас есть Натали Сарро списки, да? Это, в общем-то, постмодернизм. Если вы читали такой странный роман Рок Грие в лабиринте, то вы видите, что он полностью нарушает принцип мемесис, он полностью деконструирует вам систему ценностей, он весь интертекстуален, это всего лишь дискурс романа, а романом он как-то никого не является. Какой-то непонятный, невнятный рассказ о солдате, который пришел сразу со всех войн, сразу, причем, печально-падалонский, который видит какого-то ребенка, какого-то и полутора Андрея Заколов притерся с Куриковской битвой. А Манюшка это такой архетип сына, а вообще это улиц, ищущий своего телемага. Шелков вас шашками у своих казачьей разрубил водополис, а там ты сам развалился, чтобы вы не издевались на его историческом холостом. Итого врата. Великий писатель, как бы там что-то войну ни говорил. Итак, а здесь Род Греев возьмите его берите, он разознает только дискурс темы возвращения, откуда-то, вот как Одиссей, откуда Одиссей возвращается, вот чем знает откуда. Бывает война, не бывает война, 10, 10, 10, Путин 10 лет и 10 лет вечность и вечность совершенно не важно. Вот так и здесь. Вот Род Греева создаёт такой архетип возвращения. И вы не поймёте, о чём идёт речь в этом лотеристе, почему этот парень всё время от него бежит, почему не обозначатся их взаимоотношения, почему будут обращать внимание на какие-то детали, на мелочи, которые будут ничего не значить, но которые будут занимать ваше внимание в этом романе Род Греев Лабиринтик. И вот считается, что латиноамериканский роман Каркасера и творчества Род Греева Форки Борхеса это как раз новый латиноамериканский роман, который по своей поэтике не является магическим галлимом, а полностью укладывается в то, что мы называем постмодернизмом. Действительно, у вас в Писке там есть роман Каркасера «Игра в классики». Это вот типичный постмодернизмский роман, где концепция деконструктивизма осуществляется в том смысле, что вы можете читать этот роман по разным нумерациям глаз. Знакомы с этим текстом? Да. вяло крикнул, что он вязаком. И вот вы можете почитать эти номера глав, это будет один роман, эти номера глав, это будет другой роман. То же самое вы найдете и у в романе «Женщина французского лейтенанта». Вы можете и этот концом кредит, и концом кредит, и вся поэтика постмодернизма одинаковая. Плюс ко всему, вам создают только дискусс романа, а на самом деле это не роман, потому что вы прочитываете игру в классике и это соответствует другому произведению Каркасера, модель для сборки. Вы можете собрать свой собственный роман, как будто это соответствует все концепции бактов смерти автора. Равно как и смерть читателя. Потому что вы будете собирать свой роман на Каркасера и выстраивать свой смысл в соответствии с теми какими, с теми клише, с теми пошлостями, которые вы все заключаете в себе благодаря тому, что вы живете по законам постмодернизмской парадии. я считаю, что уже мысли пошлые становятся, идея какой-то социальной значимости в художественном мире. Это пошлая мысль. И по моим понятиям Чернышевский был жуткий пошлет со всей идеей социальной значимости. О чем он пишет Владимир Набок в своем романе «Да». Просто когда я это говорю, я отпираюсь на пленные тексты. А у вас этих текстов нет? У нас вся разница. Добролюбов пишет Набок а это постмодернизм наш и наш и европейский. «Был похоронен в простом дубовом гробу». Точно. Комментарий Набок. Почему когда речь идет о гробе, то он всегда простой и дубовый. Где вы видели простой дубовый гроб? И вот он разбивает как великий стилист вот эти вот клише социальной значимости и прочее и прочее. Представляете бомжа в простом дубовом гробу? Простой дубовый гроб меньше нескольких тысяч дубов стоит. Простой дубовый гроб. Вот доски столотить какие-то непонятные изъящные в этом городе. Тогда прожил был демократ истинный. Ну ладно, не будем вдаваться подробностей, мы в нем в сторону. Так вот, и в этом смысле Набоков говорит, что делает например тот же самый черношерстный сом-роман «Что делать?» описывая сон Веры Палмы где описывается вам здание в виде алюминия и стекла с красным панарем. Это же говорит бордель. Ну вот она и пошлость. Это же бордель. И вот ради этого это и есть царство земное на земле и сейчас ради этого совершать революцию, чтобы устроить такой замечательный стекла алюминиев очень простой. Представьте здание стекла алюминиев а почему алюминиев потому что алюминиев эпоху черношерства опять-таки видите пошлость и социальная значимость собственно он меняется и ценности меняется алюминий стоил дороже золота потому что его не добывали из глины а он как бы это сказать в природе а он такой же редкий как золото даже реже золота вы знаете что например метеоритное железо есть метеоритное железо да которое добывает из руды железной а вот настоящее метеоритное железо оно стоит дороже платины но что редкость его появление в природе необычайно вот в Индии есть такой метеоритный железный стоп который не ржавеет это вот железо метеоритного происхождения а железо из руды оно и ржавеет и такое и сякое и оно довольно хилое да и вот Чернышевский находясь во власти своего социума решил построить дом ну считайте из золота и стекла где должны жить счастливые люди удовольствующие и заниматься сексом в большом городе это вот великая счастье а я туда правильно пишу наоборот в общем-то комплексы неполноценности самого господина Чернышевского от которого убежала жена с драгунским офицером он там создавал свои благопрости а потом взяла и убежала на какие-либо великими свызьями вот эти свои комплексы по части мягко-лужианства он выражает художественную сне веры палома представляете какой дискуссии Фрэнк здесь плачет в зону на юбиле а это вот поэтому полчаса это нам представляет благодаря зеленизм и прочим как коммунизм этот хрыщ мне написал что тот у кого молоток в губах не обсохло тут никогда не поймут книжки что делать а Толстой словами или устами цыганки Маши в своей пьесе живой друг которая является пароль не на что делать пишет Федерс говорит цыганку Маши я тут Маши я тут прочитал довольно глубую книжку что делать называется но там в этой книжке указано Федер как нам поступить ты призвались мертвым скажу это кто-то глупый книж а сам Толстой называл Чернышевский иначе как Гиспейн Чернушкин И вот если возвращаться естественно что вот этот вот новый латиноамериканский роман в лице Картасова прежде всего и в лице Борхиса еще там есть авторы которые примыкают к новому латиноамериканскому роману которые пишут именно постмодернистский роман а не магический роман в чем различие между магическим романом и постмодернистским романом по мобеду никакого по богословскому очень серьезно и есть еще одна точка зрения которая сводится к следующему латинское простите магический реализм не заключен только в латинской Америке да но распространять понятие магического реализма на все что не является реализмом как это делает опасно потому что таким образом мы размываем сам термин его понятия если у понятия и у термина нет границ то нет и термина и нет понятия это прям так дал все дал ничто дал и здесь и дал нигде но мы с вами не ляуци мы с вами не поклонники философии даусизма и поэтому мы пытаемся дать какую-то скромную дефиницию понятия спросите магического реализма и вот эта третья точка зрения говорит о том что магический реализм может выходить за рамки латинской Америки но только при одном условии есть такое понятие вот вы приходите в супермаркет и вам говорят живое пиво живой класс что это такое живое пиво это значит что это пиво создано на каких-то естественных ингредиентах да живой класс значит там как бы предполагается отсутствие синтетики химии да потому что все пиво которое вам здесь рекламируют это в общем-то напиток для будущих дебилоидов потому что там серьезный химический состав и как это повлияет на генетическом органе поколения людей мы не знаем но деньги наши бальцы вот что такое живое пиво вот третья точка зрения справится к тому что там где есть и сохранился живой мип там есть все условия для возникновения магического реалии а что такое живой мип и вот мы подходим как мне кажется к самому важному моменту определения этого мутного довольно замутненного довольно названия вот где она здесь и магического реализма вы можете прочитать книги Кубнина Кубнин А.А. его монография магического реализма я думаю что он ее вытащил даже в интернете он любит интернет если нет то можно посмотреть Ленин она там есть вот и увидите что началось все с германской живописи немецкой живописи 20-х годов потом все перешло в журнал 900 вот так он назывался где сотрудничал Джеймс Джойса потом из этого журнала когда было дано первое определение магического реалии перешло в работу Артегий Гассетов который написал знаменитый свой труд который так и назвал его магический реалий и благодаря вот этому испаноязычному состоянии его труда он переключивал в латинскую армию первые авторы магического реализма это ну например Астуриус это еще 46-й год Астуриус его знаменитый роман Сеньор Президент из этого романа потом вырастет такая книга как Осень Патриарх того и самого Маркес и вообще вот эти вот латиноамериканские диктаторы что похожие на наши замороченные диктаторы они как бы вот воплотятся в этом латиноамериканском книге да кто еще Олега Карпеттье это уже магический реализм относящийся к карибскому моселе потому что в основе великого романа Олега Карпеттье царство земное которое в основе находится в списке лежит как раз и в Алгоду прочтите прекрасный книг красный литератур вопрос стоит включать ли в магический реализм такого замечательного бразильского писателя подскажите Кирога Кирога старейший с 30-х годов он написал Донна Флора и ее четыре мужа он написал Глория Гвостика или коринца Джорджа Амаду Джорджа Амаду вот он с 36-го года творит и кто-то предчисляет его к магическому реализму кто-то не предчисляет а может это чистейший воды магический реализм если взять его Глорию или Гвоздика и коринца это просто прекрасный великолепный роман созданный по всем законам жанра магического реализма и не только это Джорджа Амаду это он в общем-то приговорил Маркеса и сказал что Маркес такой писатель как Маркес и не писатель в общем ну как выяснилось вот Маркес получает англическую премию за свой роман 100 лет одиночества потому что само название романа 100 лет одиночества многое определяет в самой специфике явлений магических реализм а почему он чуть-чуть попозже да кто еще принадлежит этому влияние предпринимателей ну например Вангес Пьес его такие романы как Город и Псы и там Вангер и самый сильный его текст великий текст он был издан у нас на русском языке в 1984 году но к сожалению в институтскую программу не вошел нигде его не изучают а это жаль потому что я думаю что он за хоро с законом любого Маркеса с его 100 лет одиночества написано просто попасть в нем о нем только написал статью Псел Иванов разбирая его как уникальный роман и он в какой-то степени очень близок к Тихому Дону Шелокову речь идет о Бразилии о восстании бразильском восстании конца XIX века жестоко подавленного правительственными восками крестьян и бандитов Бразилии когда в Бразилии появился некто святой и этот святой который изменил жизнь всей Бразилии и вот рассказ об этом восстании рассказ о этой жестокой борьбе почти как Ильяна Гомера представлена и этот роман называется Война конца мира и это одно из самых ярких произведений латиноамериканского магического леонида и Варгус Льоса неслучайно считается одним из верчайших представителей этого направления ну еще кого давайте Фуэнтес например да еще кто сейчас я вспомню Мандер Господь считает что самым ярким автором магического реализма будет автор романа Педро Парана а вот сейчас Хуан Рульфом Хуан Рульфом и Хуан Рульфом стали превыше всех за его роман Педро Паран решен как сатиры Менипея 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 древней античной памяти традиции Педро Паран Хуан Рульфа известно что Маркес начался с того что он написал для телевидения сценарий по Педро Паран и с этого момента он Маркес и стал писателем если хотите поэтому Хуан Рульфа в этом смысле уникальная личность и тоже нигде не изучается и мало кем вспоминается и получается что весь магический реализм это один писатель и больше нет его кто еще Альенбе замечательная писательница племянница чилийского президента Альенбе который в 73 году сбросил Пиночет и расстрелял и хунта Пиночета в 73 году 3 и 9 сентября это произошло и вот племянница президента Альенбе эмигрирует в другие страны и обосновывается в Париже она пишет на испанском но она блестяще владеет другими европейскими языками она прекрасно живет в Париже если не ошибаюсь она прекрасная так сказать писатель и очень образованная женщина бывшая учительница которая стала писателем и знаменитый ее роман тоже это было событием литературной жизни называется он Дом Туфов это самый сильный роман Дом Туфов он как раз рассказывает с точки зрения верований религии мифа живого мифа как живое пиво вот что такое живой миф сейчас будем с этим разбираться чтобы понять специфики и и сделаем короткий шажок в сторону от Владимирской Америки вы поняли что Владимирской Америки это что-то большее вы не напишите ни одного произведения а-ля магический потому что вы живете в окружении мертвого мира вот если бы вы были какой-нибудь Чингис Айтматов в сорокалетней давности и жили бы в какой-нибудь Теркизии и написали бы какой-нибудь текст например белый пароход то вот белый пароход это типичный магический реализм потому что он основан на живом мифе степном мифе который нигде не зафиксирован в который все верили включаясь самого Чингис Айтматова и прочее и прочее да поэтому он как раз в нашей советской бывшей литературе или российской бывшей литературе да Чингис Айтматов а сейчас это уже иностранец Иван Фёдоров Чингис Айтматов это вот яркий представитель магического реализма за пределами латиноамериканского континента и не только еще несколько имен мы можем назвать но что определяет Чингис Айтматова и помогает вставить его в ряд магический реализм самое главное живой миф на основе которого написан его текст что значит живой вот миф апонисей мертвый миф потому что он давным-давно стал школьной практикой он давным-давно превратился в изложение Николая Аберчи Куна но в него никто не верит это сказочка не и даже Джойс который создает свой он тоже Джойс в Улисс или в Одиссей не верит он вам устраивает нету литературную игру поэтому например Улиса мы не можем назвать магическим реализмом хотя там вроде бы присутствует миф потому что это мертвый миф если хотите синтетический миф если хотите школьный миф если хотите традиционный миф который никто не видит а вот например киргизский миф о Великой Алиниихе который воссоздает вам он и где не зафиксирован в какой гимназии в каком университете его изучают он живой это этнографический опыт автора понятно о чем он говорит вот вы сейчас вот мы где-то лет 30 назад с Владимиром Сорокином ездили собирать фольклоры приезжаем в глупую сибирскую деревню и там нам бабки под фортфейн три семерки поют песни двенадцатого века ходят в комнате как-то она у них застряла и тут же поют городской романс конца девятнадцатого века на паперте божьего храма ободраный нищий стоял тут какая-то дама роскошная одет вот что это за мир мертвый мир у них в башке полная каша нам сказали он словом там в избе живет сказительность она вам сейчас пыли сочин мы туда бежим с магнитофоном она нам рассказывает пылину проявил урон в редакции для учебника четвертого класса в реке я вам опыт общения с мертвым мифом и вот вам опыт общения с мертвым мифом откуда взял это сказание о матери ани-нихи тот же самый Чингис Айгматов которая это сказание и лежит в основе всего белого парохода где из учебника четвертого краудкласса в реке близких ребят с роскошными глазами лежат или это он увидел и услышал в какой-то соседней юрте и записал вот он живой мир и бабка которая шампион безумно рассказывает она что где-то это вычитала или она сама сочинила это или это по традициям как живой мир передавался вот это живой мир все понятно когда есть какая-то этнографическая группа племя народ который живет в ситуации ста лет одиночества то есть в таком смысле оборвана от цивилизации вне этой цивилизации живет своим как бы сказать этнографическим местным мифом вот здесь и создается больше до магического реализма все понятнее чем вы говорите вот магический реализм не высосешь из пальцев дискомпилируешь вот Толкин это не магический реализм а по мнению Буглина тоже магический реализм почему потому что Толкин этот германо-скандинавский миф восстановил естественно земной групп старшее младшее да песни белу и так далее он восстановил специалист по германской мифологии средних рекорд это его основная была профессия он по этому поводу читал лекции бомж понятно это живой или мертвый конечно это мертвый сам Толкин я надеюсь не был шизиком и не верил в это все поэтому это не магический реализм это жанр фэнтези не более того а вот тот который по таланту бесспорно наступает тот он бритв к магическому реализму потому что он этот миф не в преподавательской среде не бог своей привычной не по древней памяти а вот вот опыт опыт его племени опыт его народа все эти перечислены мною ребята авторы магические а я не всех перечислил имя им регион если вы заглянете в учебник двадцатого века не под редакцией а под редакцией а под редакцией Андреева в учебнике там косой десяток этих имен я вам назвал только вот то что на память пришло да и вы увидите что это целый класс литературы латиноамериканской двадцатого века а почему а потому что все эти люди все эти ребята все имеют европейское образование все они либо учились в Сорбонне либо еще и когда тот же Ростовец когда тот же Маркес оказывались во Франции выгнанные из Латинской Америки то что там все время происходили какие-то перевороты и приходили власти какие-то датары кто-то кому-то в год и спасая свою шкуру английский как раз вот там в Европе то они видели что происходит в этом время в Европе а в этом время в Европе происходит то что мы называем ну например сюрреализмом мы например называем миф от творчества потому что они увидят миф в литературе европейской территории двадцатого века начинает играть в ведущую роль но что вы видели эти ребята у них мертвый мир они возвращаются в свои Англии они возвращаются в свою Ватемалу Колумбию в свою Кулуму еще до теперь Каса Мексику Перу и что они видят они что придумывать не надо это вот он человек который вышел из Англии и он живет мифом живым у него сознание другое что тут нужно придумали вытасывать из книги миф нет записывай за ними этот миф как наследие майя церковь инков или так сказать записывай и это будет как бы так сказать твое преимущество потому что этого эпифологического опыта у Западной Европы давно уже нет они давно уже живут мертвым греко-латинским мифом или иудо-христианским мифом все понятно а это живой миф потому что этот континент на самом деле оказался действительно в состоянии ста лет одиночества и даже больше чем ста лет вот одно название романа Маркеса определяет саму суть магического реализма чтобы вам было понятно потому что этот латиноамериканский континент застрял в историческом развитии он живет в состоянии первобытного мифа этот именно двадцатый век вдруг открыл что у времени исторического времени нет единого магистрального пути что это время может застывать где-то лакур не развиваться что рядом с продвинутыми цивилизациями есть цивилизации каменного века до каменного века железного века есть цивилизации где вот этот первобытный мир живой а не жаркий не вычитан из книг понятно о чем я вам говорю или нет и вот этот латиноамериканский континент стал таким своеобразным заповедником гоблинов там ничего не изменилось с эпохи ацтеков или с эпохи конкистадоров и это стало фантастическим потрясающим культурным психологическим феноменом какой опыт европа все время занимается каким-то извините меня интеллектуальным организмом как для а тут жизнь тут не исследованное совершенно мифологическое поле тут до кого была Америка потому что тот кто живет в Андах он вообще ничего не знает что происходит вблизи он живет там в своих Андах из века в век как в одиночестве столе вспомните как строится роман 100 лет одиночества они выходят из своего селения Макона и находят разрушенный испанский Гореон что это такое как не путешествие во время что это такое как не отражение вам вот такого странного доисторического сознания героев этого романа они живут сразу во всех эпохах если вы возьмете и почитаете великие романы Олега Гертентьева царство земное то вы увидите что эти самые негры живут в ситуации еще народ первых переселенцев негр и за ним ритуалы важнее чем все христиане там есть такой потрясающий момент в 18 веке когда Куба является еще колонией франции и вот губернатор острова Куба уже совершилась французская революция уже скоро Куба перестанет быть французской уже начнутся внутренние перевороты уже королёк себя объявит бывший раб негр и он вам такое королевство там устроит что на самом деле книжка Маркеса это осень патриарха здесь покажутся бляд Маркес это пиар а за ним стоит такой класс литературы это все не представляет и вот придет скоро этот негр король но до этого еще губернатор ни о чем не подозревает он выписывает из Парижа себе жену великую актрису французского классицизма которая любит играть пьесы Арсина Андромату там в как же его Федру и прочее она любит читать высоким александритским стихом с чередованием мужской и женской рифмы эти длинные длинные монологи а читать то и не в театре она собирает рабов негров сажает их в театр и читает им длинный монолог в театре на прекрасном совершенном французском языке александритский стиль с овываниями как положено в принципе театр это классицизм это не был театр это была такая мелодипломация выступление Холи Баскова как бы там даже студия ставили на сцену чтобы получше послушать как она мелодипломирует и записывали за ней на банджетах чтобы потом на светском рауте вот сейчас сказал это не был театр это был совсем не театр это была вот такая мелодипломация красота самого языка и сидят некоторые которые надпись выучили французский язык французский язык который ужасен они ничего не понимают потому что для того чтобы это понимать у них должен быть серьезный образовательный центр надо знать греческую культуру римскую культуру надо вообще знать кто ты любит кто ты такой россии и прочее они ничего не знают они могут понимать то и то отдаленно команды своей госпожи подай подвеси вот эти слова они понимают они понимают такой язык который наверное у нашего президента отдай подвеси мягчизм гиперкопов и прочее и вот я думаю он не читал на немецком судя в том как он знает русский так вот русский мороженник вот эти негр сидят и не понимают что она говорит какое это какая у них мысль из них это колдунья она произносит заклятие волосы эти слова не надо понимать это колдунья она на них порчу наслывает когда происходит революция первое что они делают вот они насилуют и убивают и убивают ритуально с какой-то фантастической жестокостью чтобы снять порчу что здесь такое вот вам магический реализм лучшего проявления потому что для этих негров миф реален отсюда понятие магический реализм когда миф становится реальностью живой миф может стать реальностью мертвый никогда реальностью не станет если вы не пациенты каченки вы не увидите здесь себя посиделом а вот для этих негров вуду все что она говорит реально не надо сбросить порчу там появляется очень интересный герой который представляет себя царем всей земли царства земной и он говорит что вот этот вот раститель который он срывает из земли это его магический пособ его все боятся из-за этих травин он говорит что он обладает таким свойством что он может превращаться в птицу в любое существо и он это делает у них на глазах вот что такое магический и это не выгодно а а знаете по одной причине почему потому что я уже вам говорил еще раз мир не является принадлежностью только определенной исторической мир мир вездесущ мир живет сейчас вы тоже творите мир вы такие же не позвольте только ваш мир а он не живет и мир это всегда магия и чудо когда в великом романе варгас и льосе война конца мира появляется святой он становится поклонением центр поклонения когда к нему приходят бандиты отличающиеся крайней жестокостью он тут же делает их своими сподвижниками и они бросают грабеж убийство и становятся лучшими его воинами почему магический реализм что делает варгас слезы он всего лишь пытается разобраться в том что заставляло этих крестьян Бразилии вверх святого и это вам ошибший миф и там такие фантастические сцены в мире прям или а там такой героизм фантастика это миф лучший миф когда читаешь этот роман то вот такое в тебе просыпается как будто вот это твое мифологическое я провоцируется этими текстами там есть такая сцена когда на город святого попадает лучшая армия Бразилия собирает долгие годы потому что всех остальных они просто уничтожают а уничтожают они простые могут они идут на бой они идут в атаку как в средневековье крестовые похожи им терять нечего у них есть святой и его надо защищать а у этих что есть у них нет ни веры ни сил ничего и поэтому они проигрывают изначально они проигрывают эту битву до начала этой битвы но когда сил становится много и уже не преодолеть этого атаку там интересно у каждого из этих бывших бандитов есть свой участок обороны каждый разделяет его и каждый отвечает непосредственно перед святым за это и вот там один есть такой герой он бывший доставщик который обкрадывал людей и ему святой говорит что ты просто не умеешь считать и он начинает постепенно с годами понимать фразы что значит научиться считать и счет оказывается не в цифрах о чем то другом ну там что долго рассказывать великий роман великий роман и вдруг этот человек бывший ростовщик готов пожертвовать всей своей жизнью для того чтобы защитить только вот этот участок потому что если через это прорвутся кавалерия диких пастухов гуача то они уничтожат всех и вдруг он видит людей не остается а кавалерия идет атака что всех убил он хватает тогда мачете револьвер шесть зарядов и бежит навстречу эти конницы расстреливают все шесть пуль зная что в любой момент сейчас будет раздавлены и вот чудо встречается вот вам одна из сцен этого великого романа те кого он считал в мордом берут свет на них и что они делают они завязают брюхо этим лошадям в моче а почему а потому что они так же как он любят этого святого если не сдадут этому полу позицию помрет святой а вот этот опыт вот этих людей и то что казалось сказкой становится реальностью вот это и есть магический реализм потому что для этой только части Бразилии самый заслужливый этот святой был михом реальным живым а не выдуманным непривнесенным конкистадором и Христос это не только которым пишет четверо евангелия а вот этот который приходил в каждую из деревень и делал две только вещи чем и заслуживал сразу большую любовь всех этих самых бедных патраков он говорил а в эпоху он приходил туда в эпоху жуткой засухи он говорил сделать надо две вещи похоронить мертвых обязательно и восстановить церковь и делал это только своими руками он даже плохо говорил он плохие произносил проповеди он не знал как говорить он больше молчал но он сам хоронил мертвых и сам восстанавливает церковь и почему это стало вдруг тем импульсом который сделало его святым в глазах всех окружающих никто вам не определил но он стал живым и отсюда этот великий роман и когда это движение стало нарушать все на чем основано было бразильское общество а почему оно стало нарушать а потому что как-то очень просто жить оказывается потому что есть единственный человек который может соблюдать все десять заповедей и вроде бы немного но попробуйте прожить один день и мы ударим всех и вот нашелся один и произошла революция бандит должен быть бандитом убийца и должен быть только убийцей а к нему приходят убийцы и меняется там один есть такой большой бандит бандит и большой и вдруг он приходит к святому и ищет вся полиция за это убийство зверское убийство как ритуальное убийство ради лошади что произошло в голове этого нет вот вот в чем сила магическая миф для него живой стал реальностью что он стал реализмом вот отсюда и такой максимаром магия и реализм реализм не терпит магии но если это живой миф то он воспринимает реальность через живой миф понятно почему это и когда этот большой вклад вдруг к нему приходит начинается атака и говорят что вот святого должны охранять самые сильные и ты пойдешь в охрану святого он говорит что он не достоин ведь он убийца ведь он кролик кролик как он будет охранять святого и святой снимает с него грех и в это все верят и всякого папы и всяких не будет вернуться там очень много таких фантастических сцен такое ощущение как будто вы присутствуете во время какого-то развития первопытный бой ожившего мира вот явился вам человек который живет по Христу и взорвал все так не надо это остановить надо это уничтожить а почему тоже какая мысль любит потому что человек не может жить так если он начинает жить загуляя все десять заповедей и это рождает такую волну поклонения то дальше апокалипсис то дальше апокалипсис жители живущих молодых вот поэтому название такое война там там живший апокалипсис как какие там потрясающие откровения какой хороший перевод на русском языке в 84 году еще хорошо приходит в книжах не кажется что смотрите а то все стоит одиночество стоит одиночество там есть покручки в августе война конца а теперь смотрите еще один момент напоследок ну что только Чингис Айтмату в общем-то я считаю его не очень сильным писателем на хорошей передакторатуре потому что когда он говорит это убожество передактор переводчик вот кто сделал его писатель я возрослую я буду тоже на графической задности живого мира больше нет писателя писатель не умеет сейчас но сейчас он издают в Германии раньше на русском но вообще он средний великий писатель только айтмату не все есть один великий писатель не один который тоже творит или творил духе магического реализма за границей в латинской америки нас но и своего живого фактического духа эти улики писатель которые не дали по многим но творчество которую ставят в уровне с том самом даже выше дико сказали заяц замените у вас тоже список литературы нет ну нельзя объять необъятное но эта фигура это 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 все равно что выпустите из списка тонуса и считать что вы как бы основные веки литературы двадцатого века себе представляется не представляется без казанзакиса точно какой его это графический мир крит остров крит но ведь это же минойской цивилизации основа греко-римской цивилизации а он критян он не столько грек он критян у него есть ээээ книги которые мало чем наступают в войне консервент ээээ эээ 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 в европейском варианте она переведена на все языки мира она обладает колоссальной популярностью ну как по-настоящему эта книга этот автор считается на верхней литературе двадцатого века без знакомства с его творчеством нельзя сказать что вы как-то глубоко поздно на русский язык ее перевели но никак не изгодно в оригинале она называется капитан михайлис только имя капитан михайлис как евгений онегин капитан михайлис а во французском в английском немецком языках ее переводят как свобода или смерть за только те воля но речь идет о войне тур которые занимаются геноцидом и критян мусульман и крестьян как локальная война и в этой войне участвуют мифы исламские и христианские причем вот это с местным назначением как этнографические как живые там такие есть там наживают мертвых там по улице сходят с иконой и скачет святой георгий спасая тех христиан которые окружили турки готовы убить они что не что не что там один из турок который когда-то совершил хадж вернее не он а его дед а он представитель этого рода который грешит тем что во время святых для всех мусульман праздников надевается в подвале капитан Михайлес живет святину и считает что ему необходимы потому что святость его рода так высока что ее всегда надо навешивать приястью их хам и когда этот турок выходит за двери своего дома и видит какую резню совершают его братья поверить там возникает абсолютно реальная картина целого моря поток крови которая разделяет его от другой улицы тоже магическая и он орет своим братьям мусульман чтобы они не трогали христиан по одной и той ой причине что если они выдержат этих христиан то что-то произойдет из ислам там описывает вам как этот самый капитан Михалис вилит при условии что все эти турки и критяне влюблялись в одних и тех же женщин они с детства жили как братья но в каждом из них взрывается его собственный мир и только этот взорванный мир становится причиной восстания больше ничего это вот как конфликт мифологии когда капитан Михалис понимает что он не удержит больше ворота своего дома такое ощущение как будто вы читаете латиноамериканский магический реализм читая капитана Михалиса дыринского писателя никосов из андакисов это конечно покруче черт миссари он заряжает револьвер подзывает себе своего десятилетнего сына дает ему это оружие и говорит вот если сейчас прорвут ворота и ты увидишь как меня убивают идешь в комнату своей матери и сестры и пускаешь им пулю ворота там такие сцены а что спасает а спасает молитва того самого турфе который каждый святой праздник добивается у него в подвале и живет свинину потому что этой молитвой с христианской церкви с иконой сходит всадник святого евреила и спасает капитана картина причем вы это верите это описано как реализм потому что это все живой мир потому что вы ничего не знаете о том что из себя представляет финский мир местный что из себя представляет местный мусульманский мир вас загружает туда как живой мир и вот во время этого конфликта из Греции приезжает последний представитель этого рода ширенький интеллигент журналист проклят который просто приезжает для того чтобы в такую центральную газету написать репортаж вон они там в горах засели их там окружили всех уничтожили ты туда должен идти и он лезет в эти горы только чтобы описать его и думки пропускают потому что ну как надо чтобы цивилизованный мир вообще написался только он оказывается в реку своих затруднений он сразу превышает в нем в нем оживает тот самый мир который просто дремал и он сам не понимая что он делает бросается в самоубийственную атаку на тех самых турков которые пропустили его писатели и получает пули в лоб и с радостью умирает это странный текст там есть один столетний старик вот из тех самых хритян который в сто лет решил выучить язык то есть каким образом научиться писать у него есть десятилетний проправник который как-то уже умеет писать и он просит и договаривается с этим десятилетним проправником научи меня писать буквы меня научи водить и тогда десятилетний проправник с радостью учит старика писать полностью демонстрирует то что он получает в школе под затыльники старику дает если тот неправильно выводит буквы и старик терпеливо сносит под затыльник потому что больше никто с ним не возится его все забьёте научиться писать нужные буквы он даже выбирает какие буквы ему все не нужно все он не освоит у меня нет времени потом они берут с этим десятилетним проправником берут ведро с побелки берут это сам артист а это поселение должны взять скоро турки а этого они не могут сделать по одной простой причине ходит 100 летний старик с этим праправником и на двери каждую из избы пишет вот эту вот фразу которая главосного названия романа И когда он неправильно выводил губку, право вводит его в старческий лицо, что он точно твой. Только за этим он выучил в 100 лет карампу. Ну или какая сила. Это только на миг основа. Это только магия. И когда он отходит, а право-право удивляется, зачем он это сделал. И когда он видит, видишь, что теперь каждый дом в этом селении орёт. А теперь говорит, подними меня на колокольчик. И на колокольчик он выводит этот «Лё-Лё-Лё-Лё-Лё-Мо» «Свобода и смерть». Затем, чтобы только это орало пол. Делает один шаг назад, чтобы прибаваться над своей надписью и падает вместе, разбивается. И считает, что он всё сделал в этой жизни. Это тоже тот же самый опыт, что и «Война конца мира». Тот же самый опыт, что и «Шолло» и «Хитон». Потому что что вам пишет «Шолло»? Это что, реализм? Или, может быть, как говорил этот горький соцреализм? А вы внимательно почитайте тихий год. Сколько там язычества. Когда убивают так сильно, почему на небе появляются два чёрного солнца? Когда убивают одного брат, брата, почему он вам описывает, что вот на берегу, на берегу, на берегу Тихого Дона, птицы, самцы боролись за санки? В этом добавляют. И ещё. Почему, когда Григорий Меликов рубит целый расчёт шашкой матроса, с ним начинается истерика, он набрасывается, люди срывают ботинки, самцы сапогейки, он голыми пятками пьёт по мартовской земле, как пишет «Шолло», по которой в детстве бегал насяком и орёт, «Кого он убил?» «Кого он убил?» «И земля пахнет кровью свежей». Только что он прорывается. Сомнитесь, сколько там мифического. То же самое вы найдёте у Казанцаки, то же самое вы найдёте у Варкеса и Йоса. Потому что что там за миф этнографический, казачий, не в книжках вычисленный. Вот тот самый живой этнографический миф. Не латиноамериканский, немая астеков и ин, но они от этого не менее живой, казачий. Уберите там этот казачий компаний, уберите там этот миф, и всё превратится в какую-то сделанду. Что это за кутер такой татарский, вокруг которого всё крутится, вертится? Что за страсти там какие-то первобытные раскрываются? Именно потому, что везде есть этот миф. И там каждый из казаков живёт этим мифом. Это и делает эту мифу такой великой, непознанной, потрясающей. Но обозвать Шолохова магическим реалистом, ведь ни у кого язык не повернётся. Почему? А из-за этих благоглупостей, из так называемого социального компонента. Из-за того, что трудно расставаться с социализмом, или каким-то там ещё реализмом, а там магией. Чем вы объясните два чёрных солнца? Чем вы объясните вот этот кровопролизм, когда пробивается эта самая братская кровь, как будто совершается ритуал? Чем вы объясните многие поступки, мотивы поступки, многих казаков там участвующих? Ведь там что вам показали? Вам показали на самом деле. Песня Небелун. Смерть бургундского королевства. В эпоху великого переселения народов. Вам показали, как уничтожается целый, как казачий экнос. И как он сопротивляется. И истекает кровью. Потому что пришла какая-то дикая, городская, большевистская культура. Которая этот казачий экнос совсем не нужна. Так же, как вам показывают уваги с Ильоса, как уничтожается целая культура такого, если хотите, стихийного христианства. Культурой городской. Культурой выдуманной. Культурой мятой. И как эти стихийно поверившие в Христа недавние разбойники, убийцы защищают. То, что называется, живым мифом. А не выгодник. То же самое делают и казачьи. Долго думают о том, кто же такой Фолокер. Реалист или модернист. Вроде бы используют поток сознания. А на самом деле у Фолокера и Шолохова так много общего. Вплоть до названия общей саги. Ну, кто вам об этом скажет? Опять вы услышите какие-то литературовические благоглупости. Как называется эта сага? Йокнопатовская сага. Как переводится с языка местных индейцев, которые живут местным этнографическим мифом? Река, тихо несущая свои годы. Тихий дом, значит? Ну, тихий дом – это тихий дом. А Йокнопатопа – это Йокнопатопа. Это если мыслить вот так вот за Шолина. Как та самая лошадь, которая упадет, как только вы вылетите и заглопит. А если поставлять, то картинка становится совсем другой. А кто такой там вот этот вот самый подполковник Саппорт? А кто такой ложь? Это что, реальные персонажи? Ну, я тут сейчас ору, а ведь вы, я понял, почти ничего не знаете. А вы возьмите на мою ложь, посмотрите, например, роман о Сапняк, посмотрите роман о Весоломе, о Весоломе, и вы увидите. Странный этот человек – ложь. Он как личный жив. Существует как минимум 200 лет во всей Йокнопатопской саге. И у него только одна функция – палача. Жертвы палача. Какой странный там полковник Саппорт. Он как будто живет та же, как у Олжи. 200 лет в этой самой Йокнопатопской саге. Что это? Миф, конечно. И живой этнографический миф. Литературы американского на все время. Как Крикс. Как миф Казах. Как миф Киргизов. Как миф Перу, Мексики, Кубы. То, что называется магическим реализмом. Магический реализм нельзя создать из головы. Магический реализм – это, прежде всего, особые условия. Вот если вы добраетесь когда-нибудь на живой этнографический миф, вот тогда вы и станете писателем магического реализма. В противном случае все будет как вот высосанная из пальца игра. Почему? Потому что этот миф станет реальностью. Как пишет Ози? Когда вы видите, например, как древние индусы, индейцы, простите, поклоняются богине благородия Шахте. И как молодые матери бросают вот эту колесницу. И никого нет. Все украшено только цветами. Никакой богини тоже там нет, с вашей точки зрения. Человек 20 века. Бросают своих младенцев, новорожденных. Как мужчины. Оскопляют себя. При виде этой колесницы. То вы в ужасе проситесь останавливать этих женщин и говорить, что колесница пустая. Остановите руку с копцом. Колесница пустая. Они вас сами бросат под эту колесницу. Пишет Ози в своей книге «Диалектика мифа». Потому что для них, для этих людей, нет никакого другого мира, кроме того, где богиня Шахте живая. И она в колеснице. Если ты ее не видишь, это твоя проблема. И тогда миф становится реальностью. Магический реализм. Если вы не видите в том, как в романе «Царство земное» человек вырывает травинку, и эта травинка становится магическим посолом, это ваша проблема. Но это посол. Если вы не верите, что какой-то обычный бедняк, святой, потому что он живет на десяти заловом креста, потому что в тот момент, когда люди жрут друг другу, он приходит и говорит «Надо хоронить мертвых». И восстанавливает церковь и восстанавливает церковь. И вы из-за этого человека, который в огонь иконы, расстреливает шесть патронов своего линия, и готовы вскрыть кузовы жилья. Он для нас реальность. И если вы этого не верите, это ваша проблема. Когда он умирает, этот святой, его хоронят и так, чтобы никто об этом не рассказал. Вы не представляете, какие муки и пытки испытывает каждый, потому что им там отрубают пасты и что-то еще. Им нужно найти труп этого святого, чтобы его сжечь, чтобы он больше никогда не стал знаменем восстания. И люди, дети, женщины идут на эти пытки и не говорят. И тогда эта самая каратерная экспедиция начинает отрубать голову всем пленным. Почему? Потому что, по поверью, если голова отрублена, человек не попадет в рай. И тогда один из этих офицеров, каратерей, берет подщечину тому, который дал этот приказ, и говорит, «Твои из главных выстрелят мне в затылок, когда я в своем сроке буду написать на меня донос. Но я при всех тех, кому ты рубишь голову, бью тебя подщечину и мочусь на тебя». А почему? Он заражен этим миром. А он для него остановится реальностью. Ему плевать на то, что он офицерат. И тут тогда одна из вторых говорит, что не найдешь. Она верит, как он ушел слышать мир. Что это мир, реальность или магический реализм? Во что вы теперь верите? Вот это сила магического реализма. В основе которого живет этнографический мир. Я представляю, что я испытывал варду судьи, который наткнулся на это событие. Который увидел все протоколы допроса. Который увидел, что это такое. Который вжился в это. Наверняка ездил по этим местам. Встречался с теми людьми, которые жили. И мир для него стал живым. Потому что это только бразильский мир. Только одной части Бразилии. Самой засуществливой этой части. Где жили вот эти вот странные люди. Жестокие и верящие в Христа. Должен мириться. Ясно? Читайте книжки. И все.